Коллеги, рядом со мной Василий Филатов, спикер нашей деловой части с очень интересной темой сегодня. Здравствуйте, Василий. Привет. Давайте поделимся, какая тема у нас сегодня была. Тема была «Звуковой дизайн и звуковой брендинг в метавселенных», в который мы скоро перейдем, и, естественно, в ритейле. Это мне очень близко и очень интересно. И вот мы общались на нашем канале, вы можете посмотреть уже визуалов людей, которые рассказывали, что люди увидят в этой метавселенной, что люди почувствуют запахи какие-то. Давайте пообщаемся, что они могут услышать. Дело в том, что визуальные миры и звуковые, они связаны напрямую. Когда человек получает какую-то информацию визуально, он получает половину подтверждения этого через звук. Если эти два мира совершенно разные, но, скажем, звучит не та музыка, звучит не тот голос, шум очень высокого уровня, то человеку некомфортно, и он отходит от бренда подальше. Это интересный момент, который мы решаем. У нас есть институт звукового дизайна, как исследовательская лаборатория, где мы исследуем, как звук влияет на человека и создаем свои продукты внутри. И есть брендинговое агентство. Это компания, которая создает звучание брендов. Альфа-банк, Йотафон. Вот, собственно, у нас прекрасные компании. Disney, Kidzania. Вот такой у меня вопрос. Все знают, что есть такой миф, что существует нота, которая может убить человека. И вот все давно ищут эту ноту, чтобы убить. Существует ли такая нота или последовательность нот, которую можно заставить человека покупать? У нас как раз в РБК вышла статья по этому поводу, где я рассказал о мифах, которые, значит, существуют. Естественно, это миф. Понятно, что любая волна звуковая серьезного давления, она способна, ну, как-то травмировать человека. Но мифы про 25-й кадр, про вот эту волну, которую, значит, настраивает человека, это остается мифами. Но тем не менее, есть определенные правила, по которым звуки влияют на человека, на его восприятие. Они заставляют его расслабиться или сосредоточиться. Это то, чем мы сейчас занимаемся в рамках нашего проекта «Сонотеатр». Наши ученые поняли, что расслабляет и Нигма, и Шаде. — Дело в том, что совершенно в магазин может прийти любой человек, да? И мы не знаем до конца, кто этот человек. Он любит джаз, он любит классику. И поэтому ставить единый музыкальный фон достаточно опасно. Именно поэтому наша система сейчас нацелена на звуковой ландшафт природного звучания. Что сейчас не хватает в эпоху ковида? — А бесконфликтная, получается, история. Получается, кому-то не нравится классика, кому-то не нравится тяжелый рок, при этом при всем вы делаете абсолютно приятные всем фоны, которые точно все оценят. — И еще иммерсивный, потому что он многоканальный. И нейросеть, которую мы создали, она воспроизводит, создает, генерирует эти звуки. — Вы работаете с VR-щиками явно в одной команде, потому что недалек тот день, когда самое приятное, интересное, и весь экспириенс доброты и счастья будет в мета-вселенных, и ты, не уходя из дома, будешь получать эту радость. Недалек тот день, когда люди не захотят выходить из дома, потому что вы будете слишком хорошо работать. — Спасибо большое. Мы партнеры многих игровых конференций. Мы знаем про игровые механики, а геймификация сейчас — это новый тренд, особенно в ритейле, поэтому действительно так и есть. — Пожелаем вам удачи. В первую очередь я хочу пожелать вам удачи в исследовании влияния звука и музыки на человека, потому что это очень неизученная история, которая точно требует ваших вложений туда труда. И надеюсь, что, опять же, ваша работа сделает позитивный опыт всем покупателям. Спасибо большое. — Спасибо большое. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...